Сегодняшний рассказ о полочниках Opera Prima 2015, которые собираются в Италии в корпусах из деревянного массива, на динамиках Scans, Peak и кроссоверах на компонентах Mundorf. Давайте получше рассмотрим эту акустическую систему. Довольно увесистая, закрыта грилем, на пластиковых клипсах. Судя по всему, все равно, какой стороной так или так его одевать. На передней панели мы видим излучатели и портфазоинвертор. Излучатель 6,5 дюймов с лиминевым диффузором и твиттер от Scans Peak, друзья мои. А, один дюйм, купленный твиттер, портфазоинвертор. Портфазоинвертор имеет прямое сечение, как я понял. Ну и лейба, опера. Италия. Отделка кожей. Поковые грани, отделка. Дерево, вроде бы как натуральное, по крайней мере тактильно, очень похоже на натуральное. Сзади, мои дорогие, вот такая вот картина. Очень красивая лейба. Я надеюсь, что я хорошо там навел резкость. Надписи вы видите, если не видите, я сделаю грубно. Принтовые кремы, никаких бямпингов. Производитель не дает вам шанса поиграться с частотными разделами. И он это дело приберет для себя. Правильно сделал, возможно. Прямо зеркальная поверхность утопленной заподлицо панели терминалов. Глянцевая. Очень красиво. Очень красиво, очень добротно. Как это все на слух, я вам дам послушать чуть позже. Пока давайте посмотрим, что декларирует производитель. Само по себе применение одних из самых известных в мире аудиокомпонент для колонок вызывает уважение и сулит звук самого высокого уровня. Но в самом деле тяжело критиковать колонки на динамиках ScanSpeak, тем более выполненных под заказ под эту конкретную модель на своих тулингах. Основатель компании Gianni Maria Saccetti глаголит, наша цель создать полную линейку колонок высокого качества, красивую, чтобы смотреть и слушать. Мило. Я полагаю, его способности в качестве аудиоконструктора не хуже ораторских, и он смог достойно распорядиться хорошими компонентами, что принесло ему славу, а нам с вами качественный звук из таких скромных по размеру аудиосистем. Модель Prima 2015 является реинкарнацией удачной модели Prima, которая выпускалась прежде, и наверняка должна иметь преимущество перед ней. На сайте красочно представлены иллюстрации этой модели, а вот с описанием беда. Описание есть чего угодно, только не этой модели. По косвенным признакам я понял, что низкочастотные динамики 6,5 дюймов, оснащены алюминиевым черненым диффузором с катушкой 38 мм, двуслойной, намотанной проводом CCWA, с алюминиевым профилем, погруженным в воздушный зазор подходящей формы. Вокруг полюсного наконечника также имеется металлическое кольцо для контроля колебаний потока. Корзина отлита под давлением для максимальной жесткости, а по сравнению с предшественником объем смещения увеличен на 25%. Жесткая алюминиевая диафрагма не содержит субгармоник в речных мод и прекрасно воспроизводит более низкие частоты. Твиттер серии D26 производства Scanspeak имеет высококачественный обработанный купол диаметром 1 дюйм, двойной магнит, декомпрессионную камеру, охлаждающую магнитную жидкость, алюминиевый фланец в 1 мм, линейная экскурсия от пика к пику, двойная, как для обычного твиттера. Частотная характеристика простирается до 30 кГц в 0 и дБ, а до 40 кГц воспроизводится на 6 дБ ниже. Резонансная частота составляет около 860 Гц, что делает этот твиттер нечувствительным к вибрациям от других динамиков из тяжелой 30-мм панели из МДФ. Передняя панель из МДФ толщиной 30 мм достаточно широка для размещения динамиков, имеет закругленные края и покрыта кожей. Бока корпуса облицованы натуральным деревом и тонко отполированы. Структура ящика дополнительно укреплена внутренним креплением. Внутри корпуса находятся два слоя полиуретана в форме пирамиды, которые поглощают заднее излучение от вуферов. Как следствие, плотность и ясность являются отличительными чертами звука этой системы. Также отмечается, что особое внимание было уделено кривой электрического сопротивления, то бишь импедансу, чтобы получить звучание, менее чувствительное к качеству кабелей и усилителей любого типа, лампу, например. Что ж, проверим. Параметры, я надеюсь, этой модели следующие. Размеры 33 на 20 на 28 сантиметров. Вес 19 килограмм пара. Один низкочастотный динамик 6,5 дюйма в алюминиевой диафрагме. Про твиттеру вынесло, но число полос заявлено 2. Диапазон частот 40 Гц, 20 тысяч Гц. Это вместо обещанных 30 или даже упоминаемых 40 килогерц. Кроссовер. 12 дБ на октаву фильтр низких частот и 12 дБ на октаву фильтр высоких частот. Частота среза 2 килогерца. Чувствительность 91 дБ на 2,83 вольта с 1 метра. Мощность 70 ватт РМС. Номинальный импедант 4 ома с просадкой не менее 3,5 ома. Что ж, проверим. Ну, впечатление, что текст набирал маркетолог и сделал это не очень удачно. Я бы нашел эпитеты, чтобы вкуснее подать колонки с такими возможностями. В прессе вместо действительно технически интересной информации я нашел картинки примитивного кроссовера и возможность заткнуть порт фазоинвертора, чтобы превратить резонатор в закрытый ящик. То есть, хоть бы легенду какую-нибудь написали, что раз в 20 лет с горы Везувью спускается старец, который приносит новый резонатор, который издает небесные звуки. Или девица какая-нибудь. А то заткнуть фазик. Тю. Даже пробовать этого делать не буду. Также многие пользователи просят прогнать генератор на этих колонках. Для этого схему я сохранил подключение и ту же самую, то есть микрофоны напротив каждой колонки. Подключаю генератор синусоидального сигнала и прогоню ряд частот, которые, возможно, дадут вам представление о том, как эти колонки справляются, с каким регистром. 440. Смотрите. 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 В том месте, где я сижу сейчас, звука нет совсем. Но индикаторы показывают, что звучание по-прежнему есть. Вы видите, в одном микрофоне, точнее, в левом, сигнал уменьшился по сравнению с правым. Это говорит об одной только вещи, о том, что картина стоячих волн в этой комнате неравномерна. И в том месте, где стоит левая колонка, вернее, левый микрофон, точнее, находится провал. А правая стоит ближе к центру комнаты. И в ней довольно линейно получился диапазон вплоть до 38, ну, скажем, 40 Гц. Это очень неплохо для полочников такого калибра. На этом тест я закончу. Что ж, давайте померяем импеданс колоночек Кобера. Я подключил кабелем к своей звуковой карте, к компьютеру, к измерительной программе. И сейчас вам покажу, какой нагрузкой является эта акустическая система для усилителя, к которому вы ее подключаете. Вы слышите характерный звук, и мы видим два характерных горба с настройкой, я так полагаю, в районе 50-52 Гц. Два ярко выраженных горба. Резонатор очень ярко выражен. Мне нравится такая настройка. Это 3,3 Ом, минимальная просадка амплитуды на частотах выше 200 Гц. В районе настройки фазоинвертора это 3,63 Ом, и, видимо, дальше это значительно больше. То есть глубоких просадок нет. Колоночка не является большой проблемой для усилителя любого класса, любого концепта, любой схемы. Ну что ж, нам осталось послушать, как звучит эта опера в подготовленном помещении и в комнате для прослушивания этой фирмы. Для этого я установил по микрофону напротив каждой колонки, выбрав расстояние таким образом, чтобы отклик комнаты еще не сильно вмешивался в звучание и больше передать характер звучания этих колонок. Порты фазоинвертора направлены вперед, стало быть, метод расстановка относительно стен не так важна для них. Послушаем, что они способны. Поехали! 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова